всем привет мои хорошие рада приветствовать каждого на моем канале сегодня решила попробовать кое-что интересное обычно мы простые роллы называем сушими но на самом деле суши это пот я решила наконец-то заказать и попробовать впервые в жизни настоящие суши но мы их называем обычных роллов и раньше писали в комментариях да это не суши это роллы а сейчас как-то люди даже не обращают внимание на это ну и правильно как хотим так и называем что здесь такого в общем этот сет я заказывала у якутсы и мне положили вот эти четыре штуки абсолютно бесплатно халява но попробуем заценим выглядит все конечно очень аккуратно я это это у них заказывала и они не знали кто заказывает и для видео и все равно в хорошем виде все доставляют так что это конечно имеет место быть креветочка макаем специальный соус соус конечно немножко острые но многие такие любят я просто не особый любитель островом почищенном креветка вот здесь как вкусно какие розочки из красной рыбы просто идеально какие планы у меня на сегодня обязательно всегда должна рассказывать про свои планы я сегодня должна встретиться со своей подругой садет мы с ней назначили время место и я жду не дождусь свидания я и сказала давай лучше пойдем куда-то попьем чаек с чем-то вкусненьким потому что скорее всего я буду сытым очень вкусно вот поэтому мы наверное пойдем в яну или как в яна чоколад хаус там посидим вафельки поедим и обязательно сниму для вас влог когда я с ней вижусь у меня такое состояние как будто я прям отдохнула душой и телом просто вот непередаваемые ощущения обожаю с ней видеться она как психолог это меня и с ней и с чинары вот я просто иду выговориться она как раз таки не говорит по-русски она учительница английского языка вот такая знаете своеобразная мы с ней настолько разные что мне парень всегда говорит как вы общаетесь вы такие разные но мне кажется это не должно быть преграды разные разные что я на улице иногда вижу девочек одна например в хиджабе а другая прям в коротких шортах и в каком-то топике и видно что подруги и что люди могут быть разных взглядов на жизнь разного менталитета но при этом обалденно ладить и хорошо общаться я здесь ничего плохого абсолютно не вижу вот о пробуем наверное большеват он будет я не уверена что он местится у меня во рту хотя можно пробануть макнула одной стороной кушаю другое ну что я могу сказать безусловно это вкусно это очень вкусно под прошлым моим видео нашла очень интересный вопрос вопрос задает буханка хлеба буханка хлеба привет я обожаю буханку хлеба айка вопрос для Витя что бы ты сделал если твой ребенок принял христианство или другую веру или сказал что он атеист была бы ли ты против и стала бы уговаривать быть мусульманином если ответишь буду очень рада огромный тебе привет прикольный никнейм насчет религии я считаю что это право каждого и неправильно осуждать людей и как то отговаривать то есть либо человек верит либо нет и меня немного если честно раздражает когда маленького маленького ребенка девочки смотришь там 4-5 лет и уже на ней хиджаб это неправильно вообще по религии девушка должна надевать хиджаб уже в осознанном возрасте когда стала девушкой не девочка а девушкой стала вот я считаю это неправильным то есть у ребенка не остается выбора мне родители всегда давали возможность выбирать без разницы какую веру исповедует например мой ребенок главное чтобы он был хорошим человеком все это настолько мелочи главное чтобы был здоровым умным я говорю я хочу чтобы у меня была девочка она была умной вот по мне есть вещи куда важнее для меня очень важно чтобы мой ребенок любил животных жестокость некоторых детей просто повергает лично меня в шок иногда вижу видео как дети мучают котенка например беззащитного котенка худшее для меня в жизни если я например узнаю что мой ребенок например убил какое-то животное для меня это просто худшее для меня это такой огромный грех дай бог дай бог у меня будут дети у меня вообще свой взгляд на воспитание детей не знаю получится или нет я сейчас рассуждаю у меня сейчас нет детей сейчас конечно легко рассуждать но иногда я смотрю на детей и просто восхищаюсь их воспитанием а иногда смотрю и думаю господи не хочу детей не хочу семью хочу просто жить для себя и все да ну нафиг это все вера религия там не знаю будет у меня сын захочет жениться на афроамериканке пожалуйста я никогда то есть не буду вмешиваться в такие вещи тем более религия на самом деле мой отец немножко против религии и он бы был бы против если бы я надела хиджаб но я считаю что это неправильно почему потому что у меня должно быть право выбора например мой папа всегда говорил если ты полюбишь например молодого человека который будет сильно религиозный там будет делать намазы все дела то есть я буду против папа всегда об этом говорил я считаю немного это неправильно потому что на том свете мы не были никто из нас не был и мы не знаем как правильно а может быть как раз таки мы не правы а они правы так что рыбка пушка я считаю что у каждого обязательно должно быть право выбора не в зависимости от расы национальности и так далее это понятное дело у нас в россии в классе была девочка она хотела жить как русская она говорила вот везет русским там я не русская кавказской национальности мне все нельзя одевать коротко и так далее и родители боролись с ней она чуть-чуть подросла и все равно начала жить так как она хочет поэтому сколько бы родители не пытались свое мнение как-то впихнуть своим детям ой ой все равно нутро наши желания выходят наружу пробуем что хорошо ничего ничего не разваливается вкуснотища что касается рубрики про скетчбук некоторые в комментариях пишут когда эта рубрика и так далее я выпускаю видео и это видео набирает очень мало просмотров мне немножко обидно становится из-за этого очень много историй на пиар аккаунте которые я должна зачитать и люди опять пишут свои истории некоторые из этих историй очень короткие или какие-то моменты непонятные я сама читаю историю она запутанная я сама ничего не поняла что произошло да люди обижаются что их истории я не зачитала если вы отправляете историю где-то на 10 предложений понятное дело что этого на видео не хватит поэтому к сожалению мне приходится такие истории пропускать а иногда бывает читаешь историю например начало и конец и все так запутано ничего не понятно или какие-то есть расхождения в рассказе например читала историю девушки она сначала говорит что у нее сын а потом в конце истории говорит что у нее дочь я немножко так запуталась я так и не поняла о чем она хотела написать возможно она неправильно выразила свою мысль но со стороны это выглядело как будто история придуманная поэтому старайтесь отправлять истории проверив посмотрите реально вы написали так как хотели написать или есть какие-то пробелы извиняюсь все развалилось наверное так уже не вкусно он Вкусно, конечно, очень. Но я обожралась. Так что истории пока что не отправляйте на пиар-аккаунт. Там дохрена истории. Мне еще надо все это перечитать, посмотреть. А вы не забывайте смотреть мою рубрику про скетчбук. Я обожаю снимать эту рубрику. Я очень надеюсь, что вы ее будете смотреть. На этом, в общем-то говоря, все. Мне все очень понравилось. Единственное, вот эти очень большие. И они разваливаются, поэтому их я съем за кадром. Чуть попозже. Также обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Всех люблю. С вами Блайк Эмили. Пока.